земные ветви это правильные названия 12 животных китайской астрологии из них можно особо выделить земную ветвь года рождения животные в китайском гороскопе имеют между собой непростые взаимоотношения какие-то из них благожелательно относятся друг к другу сливаются или объединяются в союзы а какие-то враждебны сталкиваются и вредят столкновение земных ветвей сталкивающихся животных иногда называют разрушителями существует популярное мнение что люди рожденные в годы враждебных животных будут плохо общаться между собой например рожденный в год дракона будет враждовать собакой а петук с кроликом но в действительности чтобы оценить взаимоотношения людей нужно смотреть все знаки в их картах рождения и на основании этого уже делать выводы даже если люди рождены в годы разрушителей то у них могут быть и компенсирующие признаки которые дадут возможности для вполне хороших отношений бывает что люди со знаками враждующих животных впоследствии становятся хорошими друзьями лошадь и крыса петух и кролик змея и свинья тигр и обезьяна дракон и собака коза и бык если в карте много столкновений в земных ветвях можно сказать что это очень нестабильный характер отсутствие различных столкновений в карте говорит о более стабильной устойчивой к стрессам личности столкновение земных ветвей выступают движущей силой перемен которые могут происходить в любой сфере жизни животное года рождения также подскажет какие дни могут быть неудачными когда не стоит планировать что-то значимое а лучше сделать передышку и поразмыслить о будущем каждый день как и человек имеет свои столпы если наступает день животного вступающего в конфликт с вашим годом рождения то в таком дне содержится потенциал проблем желательно не совершать важные дела где требуется удача иначе можно столкнуться с неожиданными препятствиями и все пойдет не по плану при столкновении петуха и кролика возникают ссоры предательства и подставы интриги измены проблемы с позвоночником опасность резаных ран от ножа вред земных ветвей вред это плохие взаимоотношения но это не прямое противостояние как столкновение а нечто скрытное подобные сочетания в карте рождения могут создавать чувство измены и вызывать предательство и чтобы не разочароваться в людях не стоит быть слишком доверчивыми и делиться самыми сокровенными планами если же в какой-либо дате день и час вредят друг другу то это неподходящее время для дел связанных с партнерством и доверием лошади бык крыса и коза тигр и змея обезьяна и свинья дракон и кролик собака и петух вред более интенсивен и неприятен чем столкновение обычно он вызывает эмоциональные проблемы и его трудно предвидеть кроме эмоциональных проблем как следствие могут быть измены предательство например наследство отписанное родителями только одному сыну а другому нет или еще как-то родственники обошли вниманием человека в бизнесе может быть ситуация украденного проекта или идеи если вредом затронут дом супружества земная ветвь дня и месяца то лучше жить гостевым браком не под одной крышей если вред затрагивает дворец родителей земная ветвь дня и года то у человека может быть сильная обида на родителей если затронутый земная ветвь месяца и года то мог быть развод родителей в раннем возрасте человека вред кролика и дракона вызывает споры и судебные тяжбы разрушение или пробой земных ветвей это слабая форма негативного взаимодействия животных знаков если встречаются следующие близкие сочетания лошадь и кролик крысы петух тигр и свинья обезьяна и змея дракон и бык собака и коза будь то в карте рождения или в дате то стоит обратить внимание на то чтобы сохранить стабильность в отношениях с другими людьми разрушение указывает на наличие поведения вредного для нас чаще всего разрушение показывает что человек оказывается в ситуации когда он загнан в угол и не видит выхода или видит мало вариантов решения проблемы и с трудом справляется с ней чтобы разрушение действительно имело место земные ветви должны располагаться рядом друг с другом в карте каждую пару земных ветвей образующих разрушения можно связать с конкретным типом негативного или неблагоприятного поведения разрушение или пробой пары кролик и лошадь приносит недопонимание и разрыв отношений гармоничные комбинации земных ветвей кроме неблагоприятных сочетаний существуют наборы гармоничных взаимодействий земных ветвей животные состоящие в парах имеют между собой гармоничные отношения нередко бывает так что люди влюбляются друг в друга а потом оказывается что их астрологические знаки принадлежат как раз к этим парам они словно родственные души притягиваются друг к другу на глубинном уровне вот эти влюбленные пары животных крысы и бык тигр и свинья кролик и собака дракон и петух змея и обезьяна лошадь и коза по этой схеме две пары тигр плюс свинья и обезьяна плюс змея одновременно и комбинируются и разрушают друг друга вот такие у них непростые бурные непредсказуемые отношения комбинации земных ветвей в карте рождения дают уравновешенность умение договариваться и находить нужные контакты такой человек обычно выдержан и его трудно вывести из себя когда в какой-либо дате день и час сочетаются подобным образом это привносит гармонию и называется час комбинации такое время хорошо подходит для приятного общения и налаживания отношений слияние кролика и собаки образует элемент огня союз трех гармоний когда три определенные земные ветви встречаются то они вступают в союз и создают новую стихию тигр лошадь собака создают огонь свинья кролик коза создают дерево обезьяна крыса дракон создают воду змея петук бык создают металл эти слияния называются союз трех гармоний наличие союза в карте рождения серьезно повышает ее уровень качества а слияние животных в определенной дате очень хороший знак дающий положительную энергетику подобные сочетания всегда являются днем успеха или стабильности треугольник дерево его составляют животные свинья кролик коза дерево в свинье находится на стадии роста в кролике процветает а в козе энергии дерево уходит в могилу треугольник дерево рождает очень сильное дерево при этом каждая из ветвей животных вступивших в треугольное сочетание меняет свое прочтение ветви становятся скованными при данном слиянии в основной карте человек очень стрессоустойчив это верно при треугольных слияниях в любой элемент которые собираются внутри карты также треугольные слияния возможны когда два элемента есть в карте а третий приходит в периоде удачи если треугольник дерево формируется в карте очень сильного металла то приходит много денег если треугольник дерево формируется в карте слабого огня приходит могущество человек может получить в распоряжении огромные ресурсы если он политик он может стать премьер-министром в это время сезонные слияния земные ветви также образуют сезонные комбинации среди всех слияний сезонные слияния имеют высший приоритет сезонное слияние означает равновесие стабильность и хорошие перспективы весна это сезон дерево в него входят животные тигр кролик дракон сезон весна или сторона весны или сезонное слияние в дерево это самая сильная комбинация в элемент дерева из возможных сильнее и мощнее треугольника если через сезонное слияние с карт из приходящей ветвью рождается полезный элемент денег то это сотни миллионов если через сезонное слияние в полезную власть рождается муж элемент власти то это очень статусные обеспеченный мужчина на роль мужа если речь о мужской карте это высочайший взлет в карьере уровень сила министров депутатов не цивилизованное наказание не цивилизованное наказание крысы и кролик очень важно смотреть полезными ли являются крысы и кролик для карты если полезны то крыса порождает кролика а не преодолевает вообще это наказание можно описать следующим образом много воды и слабое дерево дерево стоит в воде гниет а не процветает то есть вода не не питает дерево а гробит его это наказание против воли насилия проявляется отсутствием уважения к другим людям такие люди с этим наказанием могут ругаться матом с удовольствием это наказание дает неконтролируемое сексуальное поведение похотливость женитьбу ради секса опасность изнасилования особенно если вода и дерево неблагоприятные элементы особенно опасны три против одного